Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас самые интересные и актуальные новости нашего региона. Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Ледяной каток размером с город. Терпение рязанцев заканчивается. Один из них написал открытое письмо губернатору, обратив внимание на некачественную уборку улиц от снега и льда. В моде рабочей профессии в Рязани открылся второй региональный чемпионат под названием «Молодые профессионалы». Экологический дисбаланс. На окраине Рязани без разрешительных документов бурили скважины для добычи артезианской воды и забота о пернатых. Каждый рязанец может принять участие в акции «Домик для совы», смастерив большой совятник. Перед началом зимнего сезона рязанцы узнали, что в городе появятся бесплатные катки. Однако никто не думал, что расположены они будут не только в ледовых коробках, но и на всех улицах города. Каждый день мы рискуем своим здоровьем, выходя на нечищенные тротуары. Эта тема с начала зимы не раз поднималась в средствах массовой информации, однако ситуация не меняется. Повлиять на нее решил рязанец, член Ассоциации юристов России. Он написал открытое письмо губернатору Рязанской области. Уважаемый Николай Викторович, обращаюсь к вам с просьбой. Дело в том, что уборка улиц в городе Рязани оставляет желать лучшего. Такая негативная ситуация сохраняется как в центре, так и на окраинах города. В продолжении письма рязанец перечислил улицы, уборкой которых он остался недоволен. В том числе улица Праволыбецкая, Соборная, Почтовая, Гагарина, Первомайский проспект и другие. Кроме того, житель города обратил большое внимание на проблемы с уборкой придомовых территорий и выразил мнение о том, что развитие туризма в Рязани, о котором идет столько разговоров, невозможно с такими дорогами и тротуарами. На прогулке туристы попросту могут несколько раз упасть на льду. Наша съемочная группа решила проверить, действительно ли тротуары и пешеходные улицы в Рязани являются непроходимыми. Мы решили узнать, за сколько времени можно пройти путь от памятника Ленина до рязанского цирка. Включили секундомер и вперед хорошим темпом. Нужно было пройти 800 метров. Центральная часть улицы Почтовой оказалась убрана, но по ее краям продолжает находиться лед. Уйдя на параллельную улицу, через ближайшую арку мы столкнулись с большим количеством наледи. Вот такой вот тротуар ледяной прямо за областной думой находится. Пройдя пешком до арбитражного суда, можно периодически испытывать неудобства от льда под ногами. Однако в основном дорога сухая. Настоящие приключения могут начаться в тот момент, когда человек окажется на новой красивой прогулочной аллее около цирка. До этого места мы дошли за 7 минут. Около цирка начинается самое интересное. Казалось бы, облагороженная территория, однако ходить здесь совершенно невозможно. Здесь везде лед, с какой стороны не подойдет. По ходу движения мы пообщались с горожанами, при этом для чистоты эксперимента останавливали свой секундомер на это время. Спросили их мнение насчет уборки пешеходных зон и тротуаров. Мы приехали встретиться с подругой, вот еле-еле дошли. Во-первых, там лестница одна перекрыта, вторая открыта. Там тоже очень скользко, по лестнице даже опасно идти. Там вот очень, прям упадешь и все, не встанешь. И вот еле дошли, идем по краю, очень скользко. Прям невозможно ходить, правда. Мы увидели вот эту красоту издалека и как бы хотели посмотреть. Ну вот встретились и стоим, говорим, да, очень опасно ходить, правда. Так, а в других районах, на других улицах, как вы вот в этом году оцениваете в своем с прошлым годом ситуацию на тротуарах, на дорогах? Я ничего лучше никаких не вижу вообще. Вот я вот по сумме, я говорю, поселок, поселок Ворошилов, ну казалось, напротив Варса. Вот, ну там по суду, конечно, нас вот дорогу должны делать, потому что там вообще не пройдешь. Вообще не пройдешь никак. И во дворе тоже. Я не знаю, за что мы, конечно, платим содержание жилья, ни дворников, никого нет. И я вот так вот, у нас во дворе вот тоже, да еще такие колдобины. Не пройдешь. А то же остановка не близко. Эта женщина призналась, что добиралась по этой дороге до Министерства образования и молодежной политики. Другой путь по улице Новослободской она не выбрала, потому что, по ее мнению, он не лучше. Со стороны Леволыбецкой ситуация такая же напряженная. Спуск с ледяной горки вниз к цирку может оказаться не лучшей перспективой. Так что мы продолжали идти прямо по аллее. Последние метры у фонтана оказались также ледяными. Итак, мы пришли. Останавливаю. 12 минут 46 секунд. Получается, что площадь перед цирком расстоянием 260 метров мы пересекли за 5 минут. Из нехитрых вычислений приходим к выводу, что ледяную территорию мы прошли со скоростью черепахи. От таких ледяных поверхностей страдают не только взрослые рязанцы. На дорогах хуже, гадость, а песоченька, пыленька. А ты сегодня падала на улице? Да. И как ты упала? Я скользила, скользила, скользила и скользила. Два, 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 два и заплакала. И заплакала? Да. Больно было? Да. Это видео было снято сразу после того, как 4-летний ребенок погулял на улице в центре города. Видео с девочкой 12 февраля появилось в интернете. Мнение детей и взрослых людей остается единым. Управлять автомобилем на второстепенных улицах, таких как Скоморошинская, Щедриная, на многих других очень сложно. Ходить просто невозможно. Все горожане ждут действий от властей. И у многих уже давно назрел вопрос. Когда начнут принимать меры? Или наступит долгожданная весна? Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город». В Рязани открылся региональный чемпионат под названием «Молодые профессионалы». Он пройдет в период с 13 по 16 февраля и выявит лучших специалистов в рабочих профессиях разных направлений. Помимо состязаний участников запланирована обширная деловая программа, в рамках которой пройдут круглые столы, мастер-классы, проектные сессии, презентации и конференции. Чемпионат WorldSkills Russia – это площадка по подготовке специалистов, которые будут работать на современных производствах. Здесь отвечают на вопрос, какими должны быть рабочие и какими навыками обладать. В современном мире новые технологии появляются с завидной быстротой, что ведет за собой смену как облика профессии, так и требования к ней. Движение WorldSkills возникло с целью совершенствования навыков в рабочих профессиях. И, конечно, сегодня такой чемпионат необходим, потому что экономикой страны востребованы не только головы, то есть интеллектуальный потенциал, но и золотые руки. По-настоящему золотыми руками могут похвастаться будущие профессионалы по деревообработке. Их изделия уже сейчас поражают воображение. Например, роза из дерева или деревянный чехол для современного смартфона. Здесь и творческий склад, и в то же время какой-то инженерный какой-то склад. То есть все вот это вместе, это очень интересно. То есть постоянно, здесь невозможно остановиться вообще. Сшить женский жакет всего за 8 часов – такое задание на площадке моды и дизайна. Среди тех, кто по-настоящему любит выбранную профессию – Наталья Коршунова. Она будущий модельер, а участие в чемпионате даст возможность продолжить учебу и получить высшее образование. Я вообще с детства очень мечтала быть партнером, у меня мама мечтала быть партнером, и как бы мне хотелось ее мечту у вас осуществить. То есть многие говорят, что вот пожелание мамы, я такая – нет, я пожелание своему. Я очень давно шью, но именно как правильно шить меня научили в технологическом колледже. Самые юные участники чемпионата – любители электроники и робототехники. Площадка для юных инженеров разместилась в Рязанском кванториуме. Сейчас техническое творчество и вообще техника – все достаточно передовое. И кванториум – это скопление такого оборудования. Плюс, конечно же, интерес подростков, молодежи к этому очень большой. Не в каждой школе есть подобные вещи. И прийти попробовать, естественно, только у нас можно. Осмотрел выставку достижений молодых умельцев губернатор Николай Любимов. Ему студенты строительного колледжа подарили каску и мастерок. Эти рукавицы вам в помощь. 100 участников, 17 компетенций, напряженные состязания и заслуженные победы. На протяжении нескольких дней ребята будут демонстрировать мастерство в строительстве, информационных технологиях, дизайне, промышленном производстве и даже геодезии. Соревнуясь друг с другом, именно в профессиональных умениях и навыках ребята чувствуют себя более уверенно по жизни. Здесь на чемпионате присутствуют работодатели, которые присматривают себе будущих работников. И нужно сказать, что представители промышленных предприятий, они с удивлением узнают иногда о том, что умеют наши ребята. Сварщики, механики, парикмахеры, кондитеры – все конкурсанты уже сейчас готовые специалисты в своих профессиях. Выберут лучших. Те, кто наберет больше всего баллов, представят Рязанскую область в финале национального чемпионата, который пройдет в Москве. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Артезианская вода – ценный природный ресурс, объемы которого не безграничны. Именно поэтому экологи протестуют против неконтролируемой добычи воды из недр земли. В Рязани такие случаи не редкость. Сотрудники природоохранной прокуратуры выявили нарушителей, которые на окраине города без разрешительных документов бурили скважины. Пробурить скважину на земельном участке без разрешительных документов не получится. Водную амнистию ввели еще в 2016 году. Сделали это для того, чтобы контролировать качество питьевой воды. Те скважины, которые пробурены и находятся на балансе водоканала, пробурены в тех местах, где имеется достаточный изоляционный слой из глины, который составляет десятки метров. Именно глина, которая является природным изолирующим материалом, препятствует проникновению вредных веществ в водоносные горизонты, от которых мы питаемся. Обязательный документ, который должен иметь при себе исполнитель, это лицензия на работу с недрами земли. Такого разрешения не оказалось у заказчика, который в начале февраля на дачном участке незаконно бурил скважину. На дачном участке Химик-2 была обнаружена буровая установка, которая бурила скважину, не имея каких-либо решительных документов, что, безусловно, может негативно повлиять на качество питьевой воды в городе. Тем более, эта скважина располагалась в 150 метрах от скважины водоканала, обеспечивающей население питьевой водой, и находилась в зоне непосредственного влияния. Неконтролируемое получение питьевой воды из водоносных горизонтов может привести к истощению водоносных пластов и повлиять на снабжение питьевой водой. В настоящее время прокуроры проводят мероприятия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности. Сумма административного штрафа за добычу подземных вод без лицензии составляет до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц – до 50 тысяч рублей. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В современном искусстве все чаще обращаются к инсталляциям, которые представляют собой пространственные композиции, созданные из различных готовых материалов. Правда, в Рязани этим практически не занимаются. Однако трем дизайнерам, членам Союза дизайнеров России, повезло. Библиотека имени Горького пригласила их принять участие в создании грандиозной книжной инсталляции. Что из этого получилось, знает Ирина Аквалева. Более 5 тысяч книг, 8 часов кропотливой работы – огромное удовлетворение. Так могут описать процесс создания и инсталляции молодые дизайнеры. Работали над арт-объектом Екатерина Чулкова, Мария Суворова и Светлана Каретникова. Последняя, к сожалению, встретиться с нами не смогла. А вот ее коллеги по дизайнерскому цеху рассказали, что сотрудничают с библиотекой имени Горького не в первый раз. Когда им предложили подготовить арт-объект из книг, девушки с удовольствием взялись за работу. Так и родился сад знаний. Наверное, тут сыграло роль само это место, потому что у них же это изначально сад Горького, парк Горького называется, это вот сама эта секция. Мы от этого оттолкнулись, потом здесь фон, он тоже послужил одной из основ. И мы решили на основе всего этого создать такую прямую концепцию сада знаний. Так как книга – это основа знаний, из которых мы черпаем информацию. И вот мы взяли здесь такие стены, которые как бы олицетворяют собой фундамент знаний. Главная цель данной инсталляции – напомнить о важной роли книги в жизни человека. Аграда сада знаний из книжных кирпичей олицетворяет интеллектуальный рост. А в центр композиции помещен колодец, символ мудрости, которую можно почерпнуть из книг. Авторы инсталляции признаются, что работать с книгами было безумно интересно. И в процессе создания этого арт-объекта не раз появлялось желание познакомиться с какими-то произведениями поближе или же заново перечитать некогда любимую книгу. Особенно, когда старые обложки немножечко потертые, такие приятные. И мы пока создавали, обоюдно решили, что самые красивые обложки – это у Пушкина, Есенина. Мы, естественно, листали. Даже одну книгу нашли, какой-то там немецкий язык напечатанный, а на обычном формате А4, напечатанные машинки, такие листы были состарены. Ну, очень было приятно как-то проникнуться атмосферой. Самое сложное, по словам молодых дизайнеров, было уложить книги таким образом, чтобы они не рассыпались. Ведь главной задачей было не повредить предоставленные для построения инсталляции издания. С точки зрения руководства библиотеки, девушки прекрасно справились со своей задачей. На мой взгляд, она получилась, потому что действительно в ней заложен глубокий смысл, говорящий о том, что все знания человечеством уходят корнями в книгу. И вот этот животворный колодец книжной мысли, из которого можно очень долго получать знания, он никогда не иссякнет до той поры, пока дерево растущее из него зеленеет. Сад знаний в библиотеке имени Горького появился в рамках празднования 160-летия со дня образования библиотеки. Основные же торжества, приуроченные к юбилею, состоятся в библиотеке имени Горького 27 и 28 февраля. В эти дни можно будет посетить различные мастер-классы и экскурсии по библиотеке, а также поучаствовать в научно-практических конференциях и семинарах. Ожидается, что в эти дни библиотеку посетят гости из других городов, которые наверняка также по достоинству оценят книжную инсталляцию «Сад знаний». Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Забота о природе – это то малое, что мы можем сделать за то, что она дарит нам жизнь. Каждый обитатель окружающей среды по-своему полезен, так что необходимо стараться сохранить жизнь птицам и лесным зверям. В Рязанской области отмечено 12 видов сов, почти все они редкие или малочисленные. Серая неясыть, воробьиный сыч, сплюшка – это только часть сов, которые занесены в Красную книгу. Встретить их можно в лесах области. И теперь для них появятся новые домики. Елена Валова – бёрд-вотчер. Она фотограф, но ее модели не люди, а птицы. Как говорит Елена, направление-то сейчас очень популярно. Птиц можно наблюдать круглый год. Они всегда рядом с нами и в городе, и за городом. Они привлекают к себе разнообразие и окраски, и пение. И при этом мы их можем достаточно часто видеть, встречать, в отличие от зверей, которых увидеть достаточно сложно. Самым желанным объектом для съемок в лесах области становятся совы. Красивые, грациозные птицы, которые совсем не любят фотографироваться. В прицел объектива они попадают очень редко. Оттого и добыча снимка становится такой желанной. К тому же, по словам орнитологов, благодаря бёрд-вотчерам можно лучше изучить места обитания и повадки сов. Порой одна фотография становится важнее любой научной статьи. Поэтому чаще всего орнитологи изучают птиц совместно с бёрд-вотчерами. Длиннохвостая неясыть – одна из самых редких сов. Встретить ее можно в лесах Рязанского региона. Вот только на фотографии она попадает редко. Чаще всего встречи с ней происходят в куда более трагичных ситуациях. Мне приходилось встречать как в дикой природе, в национальном парке Мещерский, так и бывает, что эти совы при попадании под автомобиль или о провода бьются, они могут быть травмированы. И тогда таких сов люди подбирают и приносят в ветеринарные клиники. По возможности мы оказываем им помощь. И если птица выпускная, то ее выпускаем в дикую природу. Длиннохвостая неясыть – это одна из малоизученных птиц в области. По фотографиям можно только немного понять их место обитания. Поэтому орнитологи решили устроить необычную для Рязани акцию. С целью того, чтобы набрать побольше информации и последить за биологией этой совы, и вообще просто понаблюдать ее в природе лишний раз, решили повесить вот эти гнездовые домики. Акция называется «Домики для сов». В Рязани она проводится в первый раз. Поэтому орнитологи консультировались с коллегами из других городов. Например, в Нижнем Новгороде уже 15 лет специалисты совместно с горожанами строят советники. Нижегородцы и помогли с чертежами домов для рязанских сов. У них нет такого понятия «дом», как у человека. Дом для них – это только место, где они выводят птенцов. То есть вот на период гнездования они там делают гнездо, откладывают туда яйца, а потом там выводят птенцов. И когда птенцы вылетают уже из этого гнезда, больше, в принципе, дом им не нужен. Поэтому только вот на этот вот период. Это самый уязвимый период в жизни с птицей. Елена Феонина говорит, что кроме размеров советники практически ничем не отличаются от скворечников. В остальном концепция все та же – широкий литок и высокий домик, почти в метр в высоту. Самая важная деталь, по словам орнитологов, это не использовать при строительстве гладких досок. Совы и птенцы передвигаются по домику с помощью когтей. Построить домик для сов может любой рязанец. Акция продлится до 16 марта. Готовое жилище для совы вешать своими силами не рекомендуется. Лучше привезти готовый домик в один из пунктов сбора. Для нахвоста неясыть – вид довольно требовательный к месту обитания. Готовые домики будут развешивать организаторы акций по территории области. Адреса пунктов сбора можно найти в интернете и в группе Рязанского клуба «Птицы» в социальных сетях. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте город62.тв. До встречи! Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно с Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Субтитры создавал DimaTorzok